Несмотря на непредсказуемую погоду, лето продолжается, а с ним и пора отпусков. Существует множество способов провести это время ярко, получить массу новых приятных впечатлений. И, как показывает практика, не обязательно для этого выезжать за границу. Впрочем, как жители Верхнево уже планируют провести летние отпуска, мы поинтересовались у них самих. И вот что получилось. В июле по обыкновению тверичане сбавляют темп, немного расслабляются. Наконец-то в городе наступает настоящая жара. В июле официально открывается купальный сезон. У студентов большинство экзаменов уже сдано. У тех, кто постарше, наступает долгожданный период отпусков и появляется свободное время. Для того, чтобы отдых удался, тоже нужно постараться. Придумать, как его организовать, куда, например, поехать, чем заняться, чтобы потом было что вспомнить. Нам стало интересно, как тверичане собираются проводить свой отпуск и какие места популярны у отдыхающих. В Твери сам отдых здесь, между речью. Здесь сам город, сам отдых. На прошлой неделе ездила в Санкт-Петербург, походили с семьей, походили по музеям, просто погуляли. Я путешествовала по Тверской области, потому что я выступала на соревнованиях, я занималась фигурным катанием. И я была в Конаково, в Кимрах, в Калязине, возможно, еще где-то в Вологое, в Старице. Больше просто как-то наслаждалась видами, отдыхала после соревнований, после тренировок. Ну, мне понравилось. Недалеко от Твери, в районе Савина, там речка Тьма, очень чистая. Мы там с детства сами росли, и вот теперь растим своих детей. Стараемся беречь природу, бережем речку нашу. Ездили на Селигер, когда помоложе были. Молодые были. Да, и на Волге, и на Селигер. Кругом есть Зеленый Исток, Волги, и там еще такая... Ой, в Селижар, Аковцы. Что ж, большинство граждан предпочитают отдыхать поближе к природе. А еще совмещать отдых с культурной программой. Примечательно, что сегодня все больше жителей Твери и области делают выбор в пользу местных курортов. Пансионатов и турбаз, порой с приятным удивлением открывая для себя массу преимуществ отдыха в родных краях. Он действительно имеет ряд вполне осязаемых преимуществ. Это и комфортный привычный климат, и близость к дому, и возросший в последние годы уровень сервиса. Большой популярностью у тверичан и гостей нашей области традиционно пользуются, например, селигерские курорты. Флагманом среди них можно считать отреставрированный комфортабельный комплекс Селигер Палас Отель. Территория усадьбы представляет собой 42 гектара ухоженного и охраняемого ландшафта на полуострове с двумя благоустроенными пляжами, пристанями для водного транспорта, освещенными аллеями и площадками для проведения пикников и мероприятий на свежем воздухе. Очень удобная теплоходная пристань и регулярно прибывающие к ней прогулочные корабли дают возможность отправиться в уникальный мини-круиз по Ниловой пустыне. А совсем недалеко от областной столицы есть пансионат Верхневолжский. Он находится в уникальном месте на Волжском берегу в вековом сосновом бару. Здесь чистый воздух и живописная русская природа. Летом для гостей оборудован пляж с водными аттракционами, кафе на берегу Волги, где можно устроить пикник с уникальным верхневолжским меню и насладиться развлекательной программой. Несмотря на то, что у всех разные приоритеты, для каждого найдется уникальный способ отдохнуть в родных краях. Для кого-то в первую очередь очень важен ценовой фактор отдыха, и такие люди чаще предпочитают бюджетные варианты. Кто-то предпочитает отдыхать исключительно в отелях «Все включено». А для других важна архитектура и культурная программа. А кто-то предпочитает, например, событийный туризм. Самое главное, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и позитивные эмоции именно вам. А как мы поняли, в Тверском регионе возможности удовлетворить эти потребности с избытком. Спасибо. 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 Спасибо.